МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 22 ноября, 57-й год, полигон под Семипалатинском. В этот день в Советском Союзе была испытана первая советская термоядерная бомба. Бомба взорвалась на высоте полутора тысяч метров. Приблизительно через пять минут после взрыва высота радиоактивного облака достигла 14 километров, а его диаметр почти 30 километров. В тротиловом эквиваленте мощность бомбы составила более полутора мегатонн. Этот взрыв стал самым мощным за всю историю Семипалатинского полигона. Сброс термоядерной бомбы был произведен в 116, первого советского дальнего бомбардировщика с реактивным двигателем. После окончания Второй мировой войны советская авиация переживала настоящую революцию. Она переходила на реактивные двигатели. Поначалу ими оснащались истребители. Попытка создания реактивных бомбардировщиков оказалась неудачной. Двигатели были еще недостаточно мощными и весьма прожорливыми. В 1948 году на вооружение советских ВВС поступил поршневой бомбардировщик Ту-4, целиком скопированный с американского Б-29 «Суперфортресс». Но по сравнению с реактивными истребителями Ту-4 значительно уступал в скорости. Вскоре были разработаны более совершенные реактивные двигатели и появилась возможность создания дальнего скоростного бомбардировщика. По расчетам конструкторов, имея стреловидное крыло, самолет мог достигнуть скорости в два раза больше, чем у Ту-4. Первоначально заказ на проектирование нового самолета получила КБ Ильюшина. Во многом этому поспособствовал удачный Ил-28, созданный ранее. Но работы по новой машине затянулись. У конструкторов не было опыта проектирования самолета со стреловидным крылом. Зато такой опыт был у туполевцев. В инициативном порядке они создали свой проект скоростного бомбардировщика. Военные рассмотрели этот проект и признали его удачным. Таким образом, параллельно с Ильюшинцами, в КБ Туполева начали создавать свой вариант бомбардировщика. В итоге в июне 50-го вышло постановление Совета министров о разработке в КБ Туполева дальнего бомбардировщика. Проект получил индекс 88. Задание было жестким. Государственное испытание требовалось начать уже через полтора года. Главным конструктором по новому самолету был назначен Дмитрий Марков, который бессменно оставался на этой должности при создании всех последующих модификаций машины. График выдержать не удалось. Конструкторы столкнулись с множеством технических проблем. Но все же 27 апреля 52-го года самолет совершил свой первый полет. Бомбардировщик поднял в небо экипаж летчика-испытателя Николая Рыбко. Всего за полгода были проведены заводские летные испытания. Туполевская машина развела скорость свыше тысячи километров в час, что значительно превысило данные их конкурента Ил-46. И вскоре появилось правительственное решение – передать в серию именно машину Туполева. Она получила обозначение Ту-16. Бомбардировщик Ту-16. Экипаж – 7 человек. Силовая установка – два турбореактивных двигателя РД-3М-500. Суммарной тягой – 19 тысяч килограммов. Максимальная взлетная масса – 79 тонн. Максимальная скорость – 990 километров в час. Практический потолок – 12 тысяч 800 метров. Дальность полета – 5 тысяч 800 километров. Максимальная боевая нагрузка – 9 тонн. Первые серийные самолеты стали поступать в строевые части в начале 54-го. 1 мая того же года девятка Ту-16 была впервые продемонстрирована в небе над Красной площадью. А через год, в день авиации, над Тушинским аэродромом прошло в строю уже 54 самолета. Бомбардировщик строился на трех авиазаводах – в Казани, Куйбышеве и Воронеже. Всего было изготовлено свыше полутора тысяч экземпляров этого самолета. Первые машины выпускались в двух вариантах – как обычный бомбардировщик и как носитель ядерного оружия. Самолет-носитель атомной бомбы назывался Ту-16А. Он имел систему обогрева и термостабилизации бомбоотсека, которая создавала необходимые условия для атомного боеприпаса. Начало 60-х годов ознаменовалось наивысшим накалом Холодной войны. В этот период американские бомбардировщики летали вдоль границ СССР с атомными бомбами на борту. Межконтинентальные баллистические ракеты тогда еще только ставились на вооружение. В такой обстановке задача потенциального нанесения ответного удара по противнику была возложена на дальнюю авиацию Советского Союза. Во многом именно благодаря высокой боеготовности частей соединений вооруженных Ту-16-ми в те годы сложился паритет между наступательными ядерными потенциалами СССР и США. Для увеличения радиуса действия бомбардировщиков была разработана система дозаправки топливом в полете, так называемая крыльевая система дозаправки. Самолет-заправщик выпускал на тросе шланг со стабилизирующим парашютом. Заправляемый самолет накладывал левое крыло на конец шланга, затем происходил захват шланга и стыковка с патрубком топливоприемника. Заправщик подтягивал шланг и начиналось дозаправку. Выполнение этой операции требовало высочайшего профессионализма летного состава. Нужно было в течение 12 минут удерживать 70-тонную машину в строю, как говорят летчики, крыло в крыло. Малейшее отклонение от курса, и самолет оказывался под ударами упругих струй, идущих от воздушного танкера. С появлением на вооружении межконтинентальных стратегических ракет в высшем руководстве страны бомбардировщики стали считать чуть ли не анахронизмом. Поэтому Ту-16-й начали массово переделывать подносители крылатых ракет. Но через несколько лет взгляд на бомбардировщики, как на устаревший вид оружия, изменился. Во время войны во Вьетнаме американцы продемонстрировали эффективность применения коврового бомбометания. В Советском Союзе срочно доработали Ту-16 для сброса большого количества бомб малого и среднего калибра. В 70-м году на полигоне военно-воздушных сил в Ахтубинске прошли большие учения. Министр обороны маршал Гречко лично наблюдал за результативностью действий соединений Ту-16. Полигон после боевых действий авиации. Гусеница танка разрушена противотанковой бомбой. Так выглядит авиационная техника после поражения осколочными бомбами и стрелково-пушечным огнем. Ту-16-е находились и на вооружении военно-морского флота. Они исправно несли свою службу вплоть до начала 90-х годов. Ударной силой морской авиации были ракетоносцы. В 57-м году на вооружение поступил Ту-16 КС с кроватой ракетой КС-1 конструкции ОКБ «Микояна». Основным назначением комплекса была борьба с надводными кораблями на рубежах до 2000 километров от места базирования самолета. Вскоре была разработана более совершенная система КС-Р-2. Этот комплекс смог поражать уже не только морские цели, но и наземные, промышленные объекты, мосты. В конце 60-х Ту-16 стал вооружаться более совершенной ракетой КС-Р-5. Она могла развивать скорость более 3000 километров в час. Но главным оружием морской ракетоносной авиации стал комплекс с ракетой К-10. Эта система дальнего действия предназначалась для уничтожения авианосца. Для этого комплекса был создан специальный вариант Ту-16. Он назывался Ту-16 К-10. У самолета переделали носовую часть фюзеляжа. Вместо кабины штурмана установили мощный радиолокатор. В дальнейшем были созданы модификации Ту-16, способные нести одновременно несколько типов ракет. По замыслу военных, совместное применение разных ракет должно было существенно затруднить организацию противодействия со стороны противника. Любопытный кадр. На этом Ту-16 подвешены сразу три типа крылатых ракет. Еще одна модификация бомбардировщика – самолет-разведчик. Она имела обозначение Ту-16Р. Внешне машина отличалась установленными сверху и снизу фюзеляжа обтекателями для антенн. На пилонах под крылом размещались контейнеры с аппаратурой радиотехнической разведки. А это морской вариант – Ту-16С. Литера «С» означает «спасатель». Под фюзеляжем подвешен катер «Фрегат». Лодка сбрасывалась в районе аварии и выводилась к пострадавшим с помощью системы радиоуправления. На протяжении почти трех десятков лет Ту-16-е были на острие холодной войны. Эти машины служили в авиации Черноморского и Балтийского флотов, совершали дальние полеты над Тихим океаном и в Атлантике. Одно из заданий получило имя «Полеты за угол». Так летчики называли рейды вокруг Скандинавии в Атлантику на разведку авианосных соединений. Нередко над бескрайними просторами океанов вероятно, и противники встречались друг с другом. И эти напряженные встречи были многозначительными и демонстративными. Дальний бомбардировщик Ту-16 стал легендой отечественной авиации. Он прослужил верой и правдой почти 40 лет. В Ахтубинске, городе военных испытателей, на постамент установлен один из самолетов Ту-16 как памятник заслуженному солдату Холодной войны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok